включаю в розетку. звук конечно не очень. я решил проверить почему звук такой нехороший у болгарки. открутил ротор. задний подшипник полностью рассыпался. от него остались шарики. шарики там телепались в корпусе. отдельно внутренняя часть здесь надета. не знаю уже как теперь его видно придется срезать. но тоже обязательно к замене. поэтому сейчас уже предпринимаю шаги чтобы снять этот подшипник. поэтому ремонт продолжается. я установил подшипник который рассыпался. эту обойму со старого подшипника которая изнутри из корпуса вытащилась нормально. потому что она там в резиновой обойме. отсюда пришлось болгаркой распиливать внутреннюю обойму чтобы ее снять. установил подшипник и устанавливаем назад. обязательно вытащить щетки. и так как там резиновая обойма нужно аккуратно так делать. чтобы не задрать не стянуть эту резиновую обойму с места. поэтому так старайтесь аккуратненько найти чик. она должна зайти плавно. если вы чувствуете что туда ее нужно запихать значит она кусочек резиновой обоймы задирает. теперь собираем в обратной последовательности. назад вкручиваем на место. здесь в принципе попутать местами невозможно. все сделано так что по-другому оно не установится. вставляем. закручиваем здесь. вставляем щетки. и можно пробовать что получилось. собрал все на место. теперь пробуем как оно работает. теперь совсем другое дело. потому что когда был разбит подшипник, но звук был совсем нехороший. теперь совсем порядок. ничего не черепается. отдаем клиенту. делаем работу болгарки. работает полный порядок. все готово. подписывайтесь на канал. ставьте лайки. если понравилось. на канале сможете увидеть различные видео. не только по ремонту бытовой техники. но и по изготовлению инструмента и других полезных вещей. заходите смотрите. всего доброго. встретимся в следующем видео.